Ну а чем, собственно говоря, мы душу успокоим? Где выход для людей трудящихся, людей труда? Что им делать? Терпеть буржуазно-общественно-экономическую формацию или все-таки ее ликвидировать? Ну, конечно, очень хочется разрубить Гордии в узел одним взмахом меча, но я все-таки опасаюсь этого, исходя из принципа Менкина. Каждая, сколь угодно сложная проблема, имеет простое, очевидное, легко понятное, удобоисполнимое неверное решение. Обязательно неверное. Что? Обязательно неверное. По крайней мере, одно такое решение неверное у нее точно есть. Вот. И, к сожалению, весьма велик риск, что мы наткнемся первым на него. Я уже не раз говорил и писал, что технические средства, достаточные для перевода всего мирового хозяйства в режим социализма с выгодой для всех без исключения, накопятся в мире только лет через, ну, примерно 10, плюс-минус лапоть. А до того такой переход неизбежно будет сопровождаться нежелательными побочными эффектами. И вопрос только в том, не станут ли эти побочные эффекты менее опасны, чем попытки сохранить нынешний вариант. В тактическом плане сейчас пока нет таких вот ресурсов для решения проблемы раз и навсегда. Возможно, и более того, весьма эффективны различные компромиссные варианты, где примерно, ну, в идеале примерно девять десятых валового объема производства должны давать предприятия, находящиеся в единой государственной собственности и работающие по единому плану. Ну, примерно девять десятых разнообразия продукции должны давать предприятия частные, но лучше всего артели, то есть предприятия, принадлежащие самим своим работникам и действующие, соответственно, по собственным планам. И, кстати, именно такое соотношение было в Советском Союзе где-то примерно с середины тридцатых годов до середины пятидесятых. Вот. И сейчас примерно такое соотношение с небольшими погрешностями наблюдается в большинстве более-менее успешных экономик мира. Так вот, проблема нашей страны прежде всего в том, что у нас слишком велик перекос в пользу частного сектора экономики, и, соответственно, переведя, скажем, весь оборонный ее сектор в государственную собственность, мы теоретически получим очень большой выигрыш. Но, к сожалению, сейчас именно в силу того, что оборонный сектор один из самых доходных, вокруг него вьется несметное множество народу, не желающего такого перевода. И пока, к сожалению, не удается объяснить им, что и они тоже в конечном счете от этого выиграют. И так можно рассмотреть еще многие варианты решений. Главное, что, к сожалению, единого решения, позволяющего устранить сразу все проблемы, пока я не вижу. А доводить дело до взрыва не хочется, именно потому что, если мы сумеем прожить лет десять, то уж точно сможем выкарабкаться из всего этого без потери повреждений. Продолжение следует...